МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если российскому журналисту отрубить голову, он еще час будет говорить об Украине. Ясно, Америка никуда не денется. Всегда удобнее считать, что сосед виноват. Это же массовая история. Мы через программу это обсуждаем. Приятно чувствовать себя значительным человеком, рупором Кремля и все такое. Мы все очень ждали, что научимся говорить на новом языке. Но надежды оказались напрасны. Мы сами заряжены на то, чтобы эти проблемы не только видеть, но и создавать. И все сейчас ура! Ну, а раз на войне все средства хороши, что же мешает использовать в качестве оружия откровенную дезинформацию? Даже когда выйдешь замуж, не забывай. Не везде получается, но... Надавить и заставить всегда проще, чем услышать. Вот на таких людях держится страна. Не страна, а исчадие ада. Исчадие ада. Но это все равно видно невооруженным взглядом. Да. Каждый Новый год в Донецкой, самой народной из всех народных республик, ученые под руководством прохвессора Пургина изобретают настоящую машину времени. Как все это работает, научная группа до сих пор не изучила до конца. Однако факт остается фактом. Собравшись у Пургина дома 31-го вечера, новоросы переносятся во времени минимум на неделю. Я вот тоже сейчас это допью и прошу. Ну, хоть бери и Нобелевскую премию профессору Пургину вручай. Однако в таких полетах во времени есть и побочные эффекты. Частичная потеря памяти, соленый огурец в носу и испачканная сырком дружба-гимнастерка. Ну, сначала Святой Николай 19-го, потом Новый год, потом Рождество. Именно в таком незавидном состоянии в этом году вернулся из путешествия во времени наш старый знакомый Эдик Б. Будучи патриотом до самой последней капли самогонной, Эдуард перепрыгнул елку и бросился бежать в Министерство галлюцинаций. Шутка ли? А вдруг Укра за время его полета во времени снова Жигули с лазером изобрели? Все может быть впереди. И вы знаете, чуйка не подвела Басурина. Ведь запустив беспилотник над Зайцева Эдуард, замер, увидев вот эту картинку. Такого еще не было. Сластика, сластика, радостно закричал бы Гиви. Самый факт, это факт. Сластика, сластика, сластика. Если бы его в свое время не цапнул шмель. Но Бася, как опытный Шерлок, быстро разобрался, что к чему. Оказывается, укры свастику, внимание, натоптали. Боевики состава 4-й бригады нацгвардии Украины, занимающей позиции в районе Сверху до Зайцева, не смогли удержаться, вытоптав свастику на дороге. В район захвачен имя жилых домов. Министер культуры ЛНР и тут же попросила уточнить, можно ли на... натоптать на айфон. Но ее личный беспилотник вместо свастики показывал над Зайцева только огурцы и дирижабли. Объяснить такое чудо наверняка сможет рабочая группа под руководством прохвестера Пургина. Но если его полет во времени затянется до марта, замена точно найдется. Ведь с образованием в Дырляндии все на высшем уровне, могут себе позволить даже легендарные вузы лицензии лишать. В этом году Академия подала документы на аккредитацию вуза. Министерство образования и науки, не принимая во внимание положительное заключение комиссии, приняло решение отказать в аккредитации ДюАР. Казалось бы, чей не новость? Но нам кажется, украдиверсанты из Министерства образования совершили прыжок на святое. А ничего, карасики, что именно в этой богадельне Саня Захарченко юристом стал! Открытие Стеллы заслуженным выпускникам. Честь возглавить список выпала Александру Захарченко. Ну, я как юристам скажу, это правильная процедура. Причем всего за год. Дата создания Донбасской юридической академии 28 января 2015 года. В 15-м поступил, в 15-м выпустился. Учись, Кембридж, вот где знания на лету хватать нужно. Тем более, успехи образовательной системы ДНР уже признаны на международном уровне. В Министерстве образования были заключены два договора. Два международных договора. Это договор с Донецкой народной республикой, который полностью регулировал вопросы признания всех документов об образовании и признания званий, ученых степеней и так далее между Донецкой республикой и Луганской республикой. Да есть же соглашение между Лыныры и Дыныры. Какое международное признание вам еще надо? Уж прям видим эти разговоры на луганских лавочках, мол, завидуйте, бабоньки, внучка-то моя за границей учится. А где? О, в одном из лучших колледжей Донецка! С другой стороны, шутки шутками, а детей с оккупированных территорий искренне жаль. Напрочь отбитые граждане, которые каждый день насилуя стол с криками о зверствах хунта и постоянных обстрелах. Вы нелюди! Вы убийцы! Никакого перемирия нет. Вдруг тянут детей прямо на передовую. У каждого ребенка в руках подарки для бойцов. Это консервация, выпечка, сладости и многое другое. Поздравить защитников ребята приехали на передовые позиции народной милиции. И вот вопрос Новоросса. Вам своих детей не жаль? Или укры все же не стреляют? Это мы уже молчим о выносе мозга из серии «Батальон-педсовет». Мою родину растерзали. Не бывало врагов полдлей. Кто забыл, поехавших новоросских теток в свое время завозили на передовую. И они, сидя в кустах, типа переубеждали парней из ВСУ песнями и стихами. Пусть враг грозит расправой. И все ж нас не сломить. Так вот, мы сразу вспомнили эту жесть, когда услышали не менее яркое творчество на передовой уже от детей. Кровью пишутся законы. Горит земля, пылает дом, пришли война и лихолетие. Ну да, чувствуем, будет пополнение в педсовете. И, пожалуйста, не надо тут про патриотизм и антифашизм рассказывать. Потому как устроил весь этот трешак с детьми гражданин с позывным коммунист. Никакого перемирия нет. Вы нелюди, вы убийцы и мерзкие твари. Известные, например, вот такими высказываниями о пленных украинцах. Хожу по Луанску и не могу надышаться. Как же хорошо стало, без той падали, что мы вернули Зеленскому и компании в рамках обмена. Дышать, понимаешь, пацану стало легче, когда из тюрем людей вывезли. Да ж просто антифашизм на марше. Слава Богу, избавились от упырей и забрали своих. Но знаете, что самое чудесное? Ровно в этих же тюрьмах и подвалах новороссы в свое время пытали самого коммуниста. Он тогда в немилость к плотве попал. Причем пытали чуть ли не до смерти. В течение последнего года на Донбассе были уверены, что заместитель командующего народной милиции ЛНР Виталий Киселев, позывной коммунист, был замучен до смерти в застенках, приближенными Плотницкого. Но проходит время, и оп, этот же товарищ уже на воле дышать не может из-за людей, сидящих в тюрьмах. И показательно рассказывает о зверствах, но не новороссов, пытавших лично его, а неких украинских карателей. То, что пережили мои боевые товарищи, просто русские патриоты в украинских застенках, хватит на несколько десятков жизней. Наследники Кашкадава, Бандеры, щедры на пытки. Это, к слову, о том, как работает пропаганда, когда ради условной «пайки гречки» они готовы на всё. Даже напрочь забыть личный опыт. 13 января была очередная годовщина гибели людей в автобусе на блокпосту у Волновахи. Это было одно из самых циничных преступлений подконтрольных Кремлю боевиков. 13 января 2015 года пассажирский автобус «Златоусовка-Донецк» был расстрелян на Волновахском блокпосту. Разрывы Града со стороны Докучаевска тогда зафиксировали камеры видеонаблюдения. То есть отмазываться в этом случае было даже неприлично. Но даже такие очевидные факты Россия не признала. Блокпост нацгвардии, на котором всё случилось, находится вне досягаемости артиллерии и ДНР. Ополченцы считают, что огонь открыли сами силовики. Вы всё врёте укры, обстреляли сами себя. А автобус вообще подорвался на мине. Стреляли из Града. Как раз в тот момент, когда автобус остановился на украинском блокпосту под Волновахой. Автобус подорвался на противопехотной мине. Обстрел автобуса под Волновахой вёлся со стороны города, который контролирует силовики. Ещё раз. Обстрелять Градом самих себя? Вам не кажется, что это слишком безумная история даже для альтернативно одарённых новоросов? К тому же тогда им быстро надавали по ушам наблюдатели ОБСЕ. Согласно отчёту экспертов ОБСЕ, исследовавших пять воронок, из них подробно две воронки в 10 метрах от автобуса, они установили, что обстрел автобуса был произведён из установок Град с севера-севера восточного направления. Ну и насчёт мины. Чтоб мина сдетонировала, на неё нужно наехать. Автобус же стоял на месте. То есть если и была детонация, то как раз вследствие обстрела. Стреляли из Града, как раз в тот момент, когда автобус остановился. Но проходят годы, детали забываются, и вот уже в российских и недоросских СМИ свою ложь преподносят как общепризнанный факт. Тогда украинские власти обвинили в трагедии военнослужащих ДНР. Хотя наблюдатели ОБСЕ, осмотрев воронки от взрывов, пришли к выводу, что обстрел блокпоста ввёлся со стороны Болновахи, временно подконтрольной Киеву. Пассажиры погибли не от снаряда Града, а от осколочной мины, взорвавшейся справа от автобуса. Да, мы всё понимаем. Это работа на свою аудиторию. Ведь если честно признаться, что сами убили мирных людей, то желающих слушать вечные байки про фашизм резко поупавится. Пока мы всей базой НАТО хрустели новогодними печеньками, случилось событие, о котором просто невозможно не рассказать. В Абхазии второй день проходят акции протестов оппозиции. Здание администрации президента заблокировали её сторонники. Власти уже заявляют о попытке госпереворота. На первый взгляд это новости с серии «А вам-то хохлы, какое дело?» Но недовольны в непризнанной Абхазии властью. Как говорится, имеют право. Они требуют отставки нынешнего главы Абхазии. От лозунгов и криков протестующие довольно быстро перешли к разрушительным действиям. Однако, если копнуть немного глубже, очень быстро становится ясно. Для изучения всей лживости и лицемерия кремлёвской пропаганды, события в Абхазии – это просто булочка с изюмом. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уйти в отставку. Сложить полномочия его накануне призвал парламент. Это после того, как протестующие захватили администрацию главы государства. Но начнём мы издалека. Конец прошлого года. Бравый революционер Чепу Шила летит на инаугурацию избранного на второй срок президента Абхазии. В дружественном государстве состоялась церемония инаугурации Рауля Хаджимба. Денис Пошилин принял участие в официальных торжествах. А теперь просто послушайте эту пафосную совковую лапшу, которую в молодых недореспубликах называют новостями. Вновь избранному президенту народ Абхазии повторно доверил свою судьбу. Это высокая оценка работы. Зрителю экрана в Донецке с замиранием сердца слушают истории о том, что инаугурация горячо любимого президента – это праздник для всего народа. Для народа Абхазии инаугурация вновь избранного президента – это самый настоящий праздник, который нельзя пропустить. Пушила же показательно рассыпается в комплиментах абхазскому бате, мол, такие достижения, ах, какие достижения! Какие стены реформаторы, которые построили прямое дело у жителей на республике, поставили чиновникам важнейшую задачу, выбраться лицом на высшем потребностях населения. Ровно это же делают и представители России. Вас по праву можно назвать авторитетным государственным деятелем республики, настоящим патриотом и верным союзником России. Вы многое сделали для развития Абхазии. То есть глядя со стороны – кругом радость и счастье. А виновник торжества явно чувствует, что поймал бога за бороду. Пацан просто не в курсе, какой привет прилетит ему совсем скоро, прямо из Донецкой народной. Митингующие собрались у правительственного комплекса с одним лозунгом – «Рауль Хаджимба должен покинуть свой пост». Казалось бы, при чём здесь оппозиция, штурмующая правительственное здание к славной Дерляндии? О, братцы! А сейчас мы вам кое-кого покажем. Узнаёте, Марковкина из ДНР? Комбат пятнашки! Это вам не хухры-мухры! Да о нём целая программа из серии «Герой нашего времени» снимали. А я знаю такого человека, который всю эту красоту променял на войну в Донбассе. Герой Донецкой народной республики, Ахраавик, с позывным «Абхаз». Как говорится, хотел взять штурмом Киев, в итоге захватил родной Сухуми. Причём не сам, а в компании других гостей из ДНР. Граждане Украины, называющие себя представителями ДНР, участвовали в событиях в Сухуми, заявляет в администрации президента республики. А теперь, внимание, начинается сладкое. Текст о гражданах Украины написали в пресс-службе тогда ещё президента Абхазии Рауля Хаджимбы. То есть, когда он пару месяцев назад обнимался с Пушилой, никакой Украины для него не было. Состоялся официальный приём делегации. Президент республики встретился с гостями из других стран, в том числе и с главой ДНР. Но стоило гостям из Дерляндии раскулачить абхазского батю, как ДНР моментально превратилась в Украину. А знаете, чья это фишка? Ха! Старшеньких же братушек из Москвы. У них тоже! ДНР сразу после падения малазийского Боинга Украиной стала. 295 человек погибли сегодня в авиакатастрофе в Донецкой области. Над территорией Украины, над территорией Украины разбился малазийский Боинг-777. Но на этом праздник лицемерия не закончился. Сейчас вам герой ДНР расскажет, что же подвигло его выйти с оружием в руках. Не пески штурмовать, а богадельню в Сухуми. Он свой народ не верит. А мы на них смотрели, что они сделают так, что и мы и демографически, и экономически, и вообще духом поднимемся. Не, они нас уничтожают. Методично, плавно уничтожают. Оказывается, Рауль Хаджимба страшный человек. Очевидно, фашист, под гнетом которого так страдали несчастные абхазы. Но, ой, товарищ герой ДНР, тут такое дело. Пушила же всем прямо противоположное говорил. Для нас абсолютно очевидно, что те цели, которые вы ставите перед собой к президентам, и все равно к ряду в Хаджимбурге, мы действительно нацелены на то, чтобы народ в Хаджимбурге жил лучше. И вот вопрос. Ты, херой ДНР, бравый комбат в Дерлянде, твой главнокомандующий, пуская слюни, нахваливает того, кого ты сейчас называешь врагом народа Абхазии. Это не только мои враги, это враги народа. Это которые абхазцы убивают. Это которые в свое время разбоями занимались. Тут бы по зывному Абхазу возмутиться, рассказать Пушилину правду. Но как бы не так. Язык принципиального штурмовика тогда был очень глубоко. Хаджимбурж из Москвы ой как поддерживали. У нас особое, совершенно особое отношение с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии. В Москве рассчитывают, ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений. Но тут в башенках кремляс ориентировались и слегка изменили стратегию по Абхазии. И дали отмашку, мол, нам самим скидывать барина некрасиво, поэтому нам нужен тип переворот. И вооруженные исполнители быстро нашлись. Зрячо ли Абхаз с Сурковым в СДД по деснам лупятся? Упомянутый Абхаз состоит в СДД. Куратором и открытым покровителем СДД является Владислав Сурков. А теперь мы вам кое-что напомним. Ровно по этому же сценарию в свое время в Луганске снимали платву. Тогда тоже в город зашла техника и бойцы из братской Дырляндии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А через какое-то время Плотницкий пропал. Игорь Плотницкий оставил пост главы самопровозглашенной Луганской народной республики. Причем в Абхазии вообще по красоте вышло. Люди там типа выбирали, а потом в Сухуми приехал Сурков и отправил Хаджимбу в отставку. С Раулем Хаджимба в воскресенье Сурков поговорил по телефону. Встреча с ним не была запланирована. Вскоре после этого телефонного разговора Хаджимба ушел в отставку. То есть республики настолько независимые, что решение принимает путинский «Принеси, подай, поедь в Сухуми, не мешай». Помощник президента России Владислав Сурков приехал в Сухум. Целью визита российского политика является помощь в регулировании ситуации, сложившейся в республике. Ну а в целом нельзя не отметить, что сценарий в Кремле всегда один. Просто пацаны название локации меняют. Сначала Луганск, потом Сухуми. Парламент Абхазии принял отставку президента Ахрауля Хаджимбы. Он подписал заявление накануне. И здесь нельзя не передать привет Южной Осетии. Ребят, че там, как там булки? Экстренного сжатия пока не происходило. А то, чтобы и у вас неожиданно переворот не начался. Ведь скажем по секрету, в Донецкой Народной воровать уже тупо нечего. И расширению сферы применения своего опыта боевики будут ну ой как рады. Сегодня, когда говорят и упрекают, что я езжу с оружием, то я знаю, что мои враги ездят с большим оружием. В остальном же нельзя не умилиться. Как герои русской весны красиво кошмарят, нет, не украинцев, а русских. В той же Калмыкии уже полгода протестуют против боевика из банды Захарченко, которого бояре назначили мэром Элисты. Уже несколько месяцев жители столицы республики Калмыкия борются за отставку из-под Дмитрия Трапесникова. Буквально тут же силами Донецких нагибают недавних союзников из Абхазии. И знаете, что-то нам подсказывает, что это только начало. Кураторам выгодно создавать видимость народовластия в контролируемых анклавах. Бандитам из Неду Республик выгодно быть полезными Кремлю. И против этих двух выгодно ни у кого в колоде путинских марионеток аргументов не найдется. А значит, ждите стука в дверь, ребятки. Ведь аппетит приходит во время еды. Не иначе, как на прошлой неделе ура-патриоты Ваня и Маша устроили на кухне праздничный ужин. Пельмешки импортозамещенные, чекушечка греющая. В общем, все как полагается. Тем более и повод есть. Дан старт новому этапу построения союзного государства. Единый рынок нефти и газа. Единый парламент и правительство. Если все пойдет по плану, Беларусь станет еще более зависимой от Кремля. Ну вот же, Маш, вот доносил жене политинформацию, уже изрядно повеселевший Ваня. Расширяется наш русский мир. Крым наш, Беларусь наш. Скоро весь мир нашим будет. Путин президент мира. Да, 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 да. И слушая все это много лет подряд, реально возникает мысль, что это некий психологический феномен. Где огромная страна, большинство граждан которой живут, мягко говоря, небогато. Этот дом просто рухнет. И этот памятник архитектуры будет памятником на нашей братской могиле. Искренне, еще раз уточним, искренне радуется, что русский мир начнут строить где-то там, но, блин, не в самой России. Интеграция с Москвой может быть выгодной Минску. И сколько таких ура-патриотов от Калининграда до Якутска? Миллионы? Десятки миллионов? Посмотрите, например, на Геннадия из забытого богом поселка в республике Тула. Мужик отсидел за двойное убийство, потом по пьяни отморозил пальцы. Однажды уснул в тайге в 40-градусный мороз. Когда проснулся, стало ясно, пальцы больше не пригодятся. Отморозил. Их ампутировали. Не стоит удивляться, что, работая сторожем, живет он в беспросветной нищете. Но, блин, Блинский, просто послушайте, что хотел бы изменить в жизни этот Геннадий. Согласен о воскрешении Сталина для наведения порядка в стране. Это просто в голову не укладывается. Тело сидит в далекой Туве на границе с Монголией. Перебивается там с хлеба на воду, но вместо того, чтобы наладить свою жизнь, мечтает уехать воевать в Украину. Сейчас он готов ехать в Донбасс добровольцем воевать за Новороссию. Сам Гена готов напомнить Западу про 45-й год. Но вот ехать не на что. А пока денег на билет нет, чудак тяпно водочке угрожает всему миру. Россия, наверное, непобедима. Если она соберется вот так... Просто запомните этот пример. Вот на таких Геннадиях Путин 20 лет и порхает. Идеальный народ, который вместо того, чтобы самим жить хорошо, радуется, что кому-то теперь будет плохо. А русский гвардер, я говорю, скатит, не пошел. От Крыма в оргазмах бились. Теперь вот после новостей из Беларуси чепчики в воздух летят. И ты смотришь и думаешь, вот что это? Мазохизм? Строим русский мир везде, кроме самой России. Сейчас выживаем, не знаем, выживем или нет. Это, например, остров Сахалин, когда-то центр дальневосточной торговли. Чуть позже здесь начнут добывать нефть. Причем одну из самых дорогих ее марок. Вот она, нефть марки «Сокол». Одна из самых дорогих в мире. Ее добывают только здесь, на Сахалине. По всем законам логики, Сахалин должен был стать раем на земле. В плане зарплаты и условий жизни так точно. Но вместо этого остров, приносящий Кремлю миллиарды долларов, выглядит будто бы после бомбежки. В облупленных пятиэтажках доживает свой век пенсионеры. Молодежь ездит по вахтам. От флота, который когда-то обеспечивал рыбой чуть ли не полпланеты, осталась, дай бог, чтобы десятая часть. А раз нет флота, и работы тоже нет. И чтоб прокормить семьи сахалинцев, вынуждены идти на преступление. Но несмотря на посадки и штрафы, вдоль морского побережья изо дня в день выстраивается в ряд рыбаков отряд. За добычу рыбы и краба их ловят рыбнадзоры-погранцы. Многих с рыбалки отправляют прямо в СИЗО. За ловлю краба рыбаков-браконьеров ловят, штрафуют и даже сажают в тюрьму. И ты слушаешь и думаешь, ну вот как так? И ведь они тоже, небось, сидят у телека и радуются Крыму или событиям в Беларуси. И никто не требует обратить внимание на сахалин. Начать строить русский мир с русского человека. Напротив, помните, как Геннадий из Тувы мечтал убивать хохлов? А русский вадя жил. Так вот дедушка, живущий в беспросветной нищете на Сахалине, ровно так же боится, чтобы на остров, не дай бог, не пришли японцы. Ничего себе, губу раскатали. Они что-то молчат, как они тут сахалин шерстили. Они ведь полсахалина вывезли. Японцы, блин, жить мешают. К Путину претензий нет. Как нет их и у многих жителей городка Кизил в Пермском крае. Здесь уже много лет подряд процветают российские шахтеры. Все дома разрушенные стоят, как после войны. Участок вот поселка, он, ну как в фильме «Сталкер», все заброшено. Когда-то Кизил был центром угольной промышленности всего региона. На заработки сюда ехали с разных уголков России. Люди тянулись сюда, потому что здесь давали неплохую зарплату, выплачивали. И имели все продукты питания в магазинах. Проблемы начались, когда изрядно устаревшим шахтам потребовались вливания из федерального или краевого бюджета. А путинские бояре, подсчитав расходы, постановили, нафиг надо дешевле затопить. Два десятилетия назад в районе начали массово закрываться шахты. В русском мире разговор короткий. Бояре велели затопить, а вы живите, как получится. Люди престижной и высокооплачиваемой профессии в одночасье остались без работы. А многие шахтерские семьи впоследствии и без нормального жилья. Закрылись рабочие места, податься некуда. И вот мужчины объединялись, так сказать, бригадами, несколько человек. И они ходили по поселку и рыли железо. Потому что кушать-то хочется, я их понимаю, семьи. Получается, пока не очень. Прям вот совсем не очень. Работы в поселке нет, все, что можно и нельзя, порезали на металл. Да еще и от затопленных шахт страдает экология. В Кизеле тоже водная проблема. Здесь расцвела река, словно в воду кто-то бросил краситель. На шахтные воды выходят на поверхность, делают реку такой. Эта вода является ядовитой и опасной. Сейчас Кизел – это скорее город-призрак. Разрушенные дома, заброшенное производство. Из всех благ цивилизации остался лишь телевизор. Вечерами полуголодные люди смотрят сюжеты российских каналов из Луганска и Донецка. А вот Донецкая республика намерена сама себя обеспечить топливом. Впервые с начала боевых действий шахтеры там открыли новый забой. Там дуют в уши байки о новых забоях. Рассказывают, как Россия-матушка не бросит местных шахтеров в беде. Донбасс дает лучшее каменное топливо для промышленности. Отрасли в кризисе, блокада душит. Но вопреки шахты выживают. Все благодаря помощи Российской Федерации. И вот это, ребятки, и есть русский мир, когда на экспорт ты весь такой богатый, щедрый и классный. А в реальности, кроме прокачки мозгов людям, никакого богатства нет. Какой Донецк, какой Луганск? Вы в Кизеле, Пермского края, русский мир построите. Поселок был хороший раньше. А сейчас все. Один развал. Клуб и то разобрали. Но есть и те русские, которые четко понимают, что народ как палка, ее можно долго гнуть, а потом она разогнется и зарядит прямо в лоб. Всем тем, кто показательно забил на проблемы русских. Все это надоело, знаете, особенно когда умирает кто-нибудь, и скорая не приезжает. Потому что уже вот так вот все сидит здесь. Что Россия с нами делает? Кто через телевизор строит благополучие где-то там, но не в самой России. И показательно, что часть населения так наелась этим всем, что уже и Украину поддерживают, так сказать, из принципа. Теперь даже и Украину поддерживают. Потому что Украина за своих воюет. И у них, между прочим, демократия. У нас демократии нет. И здесь мы в который раз хотели бы напомнить, что как в России, так и в Украине будет намного меньше проблем, когда русские люди заставят Путина вспомнить о себе, вспомнить о Туве с Захалиней Пермском крае. Город все время был в людях, все время кипела рома. Сейчас тишина. Ну, вымирает природа, вымирает город. Жизнь-то потихонечку угасает здесь. Дурная голова закрыла шахту. Наша шахта Ленина еще 50 лет могла существовать. Чтоб голодая не смотреть про Украину, чтоб не идти на преступления, не имея другой возможности прокормить детей. Местные объясняют, чтобы им выйти в море, нужно покупать квоту и разрешение. Жители острова поступают иначе. Поэтому рыбный промысел здесь нелегальный. На своих денег нет. Зато они есть на вечные войны, принуждения к миру и прочие путинские авантюры. Нужные лишь для того, чтобы под ширмой борьбы со злыми врагами годами грабить своих. Чем успешно и занимается всем известный кооператив «Озеро». Вот не зря говорят, что на российских каналах своя атмосфера. Пока вы две недели доедали новогодние салатики, за поребриком успели. Ни много, ни мало. Спасти планету от Третьей мировой войны. Вы везде сохранили мир. Вы даже предотвратили Третью мировую войну. Случилось это, конечно же, благодаря некоему Владимиру с фамилией Напе. Большое вам спасибо, Владимир Владимирович, что вы, не отдохнув ни одного дня, вы занимаетесь и занимаетесь всем миром. От которого, если верить российскому телевизору, фанатеют не только опасные бабули из отрядов Путина. Владимир Владимирович Путин является сегодня человеком вселенной. Но их, так сказать, молодежный состав. Путин, между прочим, для молодежи кумир. Да что там! Федеральные каналы чуть не порвались от счастья, рассказывая, как Ангела Меркель якобы прихорашивалась перед встречей с Путиным. Втюрилась небось в нашего так! Комментировали у экрана фуропатриоты Ваня и Маша. Оно и понятно, у них там в Гееропе нормальных мужиков вообще не осталось. 58 видов геев! 58 видов! Люди добрые! В Европе! Он это как мега... Тьфу, мегарманкер! Меган Маркл! И та своего мужика экстренно в Канаду эвакуирует. Гарри и Меган собрались переехать в Северную Америку. По всей видимости, речь идет о Канаде. Здесь, конечно, нельзя не отметить, сколько внимания российские федеральные каналы уделили семейным вопросам британской королевской семьи. Такого скандала не было со времен развода принцессы Дианы. Даже Брекзит уступил место Мэкзиту. Сегодня решается судьба принца Гарри. Оно и понятно. Нет же важнее проблем для россиян, чем коварная Меган Маркл. Меган Маркл на три года старше своего мужа разрушила британскую королевскую семью. Хотя чё это коварное? Может, девка напротив? Агент ФСБ? Ведь если верить Киселёву и компании, семейных драм Великобритания может и не пережить. Так что не исключено, что Великобритания, что ещё в 20 веке была могучей империей, продолжит усыхать, подобно шагриневой коже, и в 21-м. Сколько раз на российских каналах Гейропин оставал капец, сосчитать просто нереально. Но то, что империи будут рушиться из-за канадской актрисы, было слишком даже для них. Неизвестно, что болезненнее для Лондона одобрение парламентом Брекзита, что состоялось в четверг или раскол в королевской семье. В этом свете очень интересно, как Россия устояла, когда Путин с женой развёлся. Президент России Владимир Путин объявил, что его брак с Людмилой Путиной расторгнут. Или там у принца драма и всё, беда. А тут у царя и нормас, летим на всех мощностях. Впрочем, давно известно, что двойные стандарты – это основа кремлёвской пропаганды. Вот вам минутка истории в подтверждение. Польские депутаты решили, что с помощью одной бумажки смогут изменить прошлое и отмыться от тесного военно-политического союза Польши с Гитлером. Оказывается, Польша, которую Гитлер и Сталин разделили в 1939 году, сама виновата в начале Второй мировой войны. Если говорить о второй стране, на которой лежит ответственность за начало Второй мировой, так это сама Польша. Это знаете, как сейчас депутаты детей на машине сбивают, а потом всем рассказывают, мол, в аварии сам малыш виноват. Пьяным был. Вот примерно тот же случай. Польские депутаты решили отмыться от тесного военно-политического союза Польши с Гитлером. Ну да, не отмыться теперь Польша за сотрудничество с Гитлером. То ли дело славный Советский Союз. Они-то, конечно, с Гитлером не сотрудничали. В основе притяжения и всё возрастающей взаимной лояльности СССР и Германии острый экономический интерес. 19 августа 1939 года заключается экономическое, так называемое, кредитное соглашение. И на парады немцев в 41-м не звали. Немцы присутствуют на параде. И кажется, маршал Тимошенко, народный комиссар обороны Сталина, приветствует их с большим уважением. И заметьте, никто почему-то не говорит, что Советам теперь не отмыться. То ли дело с Польшей. Правда. Причём подобных метаморфоз на канале «Россия», если не через день, то около того. Все же помнят, как Соловьёв любит вспоминать о Холокосте. В Холокосте виновата Западная Европа. Спас евреев! Советский народ! А потом снимает фильмы во славу Муссолини. В России, когда речь заходит об этом фашистском диктаторе, то отношение очень специфическое. Слово «фашизм» зачастую мешает присмотреться к фигуре этого человека. Да нормальный же парень! У него, как и у России, свой путь был. Муссолини объединил их идеи своего великого античного прошлого. А вот про то, сколько людей убили союзники Гитлера и Муссолини, Соловьёв почута молчит. Да и в самом деле, кому эти факты нужны? Муссолини обожали. Муссолини боготворили. Муссолини блестящий оратар. А вот кто порадовал в новогодние праздники помимо пропагандистов канала «Россия», так это малоуважаемое духовенство. Мы всей базой НАТО улыбнулись, когда в своём поздравлении патриарх призвал россиян не раскатывать губу и жить скромно. Предстоятель русской православной церкви призвал верующих отказаться от комфорта. Мол, сын Божий вообще в пустой пещере родился. И вам, паства, роскошь не нужна. Предстоятель церкви также призвал людей не уподобляться и роду своими делами, ставя на первое место собственное благополучие и комфорт. Ну а чтобы прихожан и не было соблазнов жить хорошо, все эти дорогие тачки, яхты, чёрную икру банками, уважаемый патриарх готов взять на себя. У Гудяева есть ещё и личная яхта «Азимут», которая стоит 600 тысяч долларов. Патриарх использует автомобили бизнес-класса, сопровождаемые другими машинами с мигалками. Нет, вы не подумайте, он тоже хотел бы, как сын Божий, жить в обычной пещере. Но, как говорится, это не точно. Это тоже тайна. Правда, даже в РПЦ понимают, что на любой минус нужно давать плюс, а на каждый кнут хотя бы крошки от пряника. И чтоб холопы вдруг не приуныли от скромной жизни, малоуважаемое духовенство решило заполнить пустоты любовью. РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств. Знакомство в церкви, по нашему скромному мнению, это вообще особое удовольствие. Уже видим эти разговоры. Ванька, а ты куда это расфуфарился? Так и в храм же бабу цеплять. Абу Бог в помощь. Ну а пока россияне только готовились знакомиться в храмах, случилось то, что заставило страну резко отложить это богоугодное дело. Важная политическая новость для всей нашей страны. Без преувеличения сегодняшний день наверняка войдет и в учебники, и во все сводки новостей. Таких сенсаций не было давно. Шутка ли? Младшенький из ларца, который, казалось бы, прирос к креслу, вдруг вместе со всем правительством уходит в отставку. Российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Мол, извините, не оправдали надежд. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе отдало в отставку. То есть, когда предыдущие, черт знает сколько лет, обваливали рубль, спустили резервные фонды, троллили нищих пенсионеров легендарными перлами. Просто денег нет. Вы держите здесь. Путина все устраивало. А тут вдруг не оправдали надежд. Серьезно? Вериться в такое очень слабо. Тем более, что уходит не один Медведев, а все правительство. Включая таких, казалось бы, вечных ребят, как Лавров и Шойгу. Объявлено об отставке Лаврова. Новый министр обороны, новый министр иностранных дел, не говоря уже о премьере. Так что все происходящее дальше будет не только интересно, но и показательно. Но ладно этим. А вот как объяснить внезапный недуг Кадырова? Рамзан Кадыров сложил свои полномочия. Глава Чечни всего лишь немного приболел. Вчера еще Емельяненко на спарринг звал, а сегодня неожиданно заболел. Да еще и ровно в тот же день, что и всей кремлевской гоп-компании на дверь указали. Совпадение? Не думаю. Не думаем, что сильно ошибемся, если предположим, что именно сейчас началась операция приемных. И полноценная подготовка к трансферу власти. Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства. Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Государственной Думы. Как все будет на самом деле, все узнают уже очень скоро. Ну а напоследок на шефе Путину и компании. Ребят, ну сколько раз говорить, что зачищать новоросов или менять правительство нужно в понедельник, а лучше в пятницу. В среду к вечеру мы уже антизомби вовсю делаем. Надеемся, вы нас услышали. А еще интересно, станет ли такая мелочь, как отставка правительства и резкая болезнь Кадырова, для пропагандистов поводом собирать студии и обсуждать внутрироссийские проблемы? Или истории, а че там у хохлов, будут вечными? Слава Украине! Героям слава! Такие сюжеты всегда неимоверно тяжело делать. Отсматривая и собирая нужное видео, ты постоянно видишь лица погибших людей. Видишь боль и слезы родных и близких, которым Новый год принес страшное горе. Из Тегерана пришла трагическая новость. Там разбился украинский лайнер. Все, кто был на борту, а это почти 180 пассажиров и членов экипажа, погибли. И ты смотришь и не можешь понять, за что им все это. Ведь только вот они вместе сидели за одним столом, поднимали бокалы, строили планы, надеялись и верили в лучшее. А вместо этого – настоящий кошмар. И надежда на то, что где-то там, в далеком Иране, смогут найти и идентифицировать тело. Украинские власти передали в Тегеран ДНК образцы родственников погибших при крушении для их идентификации. Смотреть такие кадры больно и страшно. Но эта боль резко перерастает в неконтролируемый гнев или даже ненависть. Когда буквально тут же даже не отдельная поехавшая товарища, а целая страна начинает спекулировать на горе. Я здесь, как и с Боингом МН-17, вижу, честно говоря, приватизацию украинской политической элиты чужой трагедии. То есть тормоза сорваны настолько, что они буквально перешагивая через трупы людей, цинично отрабатывают нужные методички. Иран взял на себя ответственность за человеческую ошибку, спровоцированную авантюризмом в США. Да, в духовном русском мире сразу после падения самолета в Иране, всем хороводам принялись обвинять, кто Украину, а кто западные спецслужбы. Одно не вызывает сомнения. К катастрофе лайнера причастен Вашингтон и украинские подельники. Мол, англосаксам трагедия была выгодна, чтобы на волне из крови наехать на Россию и Иран. Все попытки дестабилизации ситуации в мире за последние десятилетия – это именно попытки США укусить или откусить кусок от России. Да что там, американцам оказывается сильно одна украинка мешала. Среди погибших пассажиров украинского Боинга числится некая Елена Сергеевна Малахова, директор авиакомпании «Скай Авиатранс». Той самой компании, чей самолет в августе прошлого года разбомбили в аэропорту ливийской Миссураты. И знаете, альтернативно одаренных соседей по карте совсем не смущала дикость этой версии. Американцы, не ища легких путей, решили ликвидировать типа неудобного свидетеля на территории геополитического оппонента, да еще и с самолетом, полным невинных людей. Вашингтон заметает следы? Разумеется, Елена Сергеевна Малахова многое знала. Очевидно даже, что слишком. Но если обычно вы все врете от кремлевской пропаганды вызывало улыбку, то здесь уже просто хотелось разбивать монитор. Ну просто дежавю с 14-м годом, когда точно так же сбили самолет с невинными людьми. 280 пассажиров и 15 членов экипажа погибли при крушении Боинга 777. А потом принялись завираться, одну за одной, изрыгая истории, каждая из которых полностью противоречила предыдущей. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Вероятной целью украинской ракеты, попавшей в малайзийский Боинг, мог быть самолет президента России. Незадолго до катастрофы по направлению к Боингу вылетел украинский истребитель Су-25. Человек, приславший снимок, на котором видно, как МиГ-29 уничтожает пассажирский Боинг, кем бы он ни был, безусловно, профессионал. Авиалайнер сбила ракета, выпущенная украинским штурмовиком Су-25. Малайзийский самолет действительно сбили зенитные ракеты из комплекса «Букс». Вот и сейчас они ровно так же рассказывали то о спланированном теракте. Они в курсе этих событий, что это события готовились. То о сознательном отклонении от курса. Я, например, не понимаю, а как, собственно говоря, вот этот украинский самолет оказался в зоне действия ПВО? Это значит, что он летел как-то не так. То о неисправном самолете, где якобы загорелись двигатели. Причина в технической неисправности двигателя. Говорили все, что угодно. Лишь бы миллионы россиян были свято уверены. Российское оружие самое надежное. Враги все врут о ракете. Это элемент недобросовестной конкуренции наших противников на мировом рынке оружия. Попытка бросить комок грязи в наши системы и комплексы ПВО. Ради такого дела даже типа военных экспертов из кремлевской кладовки достали, да и в люди выпустили. На кадрах, которые мы видим, это загоревшийся, по-моему, левый двигатель Боинга. Все. Если бы произошло поражение, понимаете, самолет бы рассыпался в воздухе. Он ляпнул. Все слыхали? Не могла быть ракета. Не могла. Самолет бы в воздухе рассыпался. А чета Скобеевых, сделав умное лицо, кивает. Да, да. Американское вранье. Нечего даже всерьез воспринимать. Это информационная война. Она идет, и относиться к этому надо, как к информационной войне. Совершенно верно вы говорите. И слушая весь этот трэш, нельзя не задать вопрос. А зачем кремлю так рьяно вписываться, пусть даже за дружественный Иран? Зачем эти истерики в останкинских студиях? Причина, конечно, есть. Деньги. Все дело в том, что в Иране большинство систем ПВО российского производства. И это ни для кого не секрет. Вооруженные силы Ирана продемонстрировали недавно приобретенный российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Имеется у Ирана модификации ТОР-М1. В России они производились. А значит, самолет с людьми с большой долей вероятности сбила именно российская ракета. Что это означает? Прежде всего то, что России как крупному игроку на рынке вооружений нанесен сильнейший репутационный удар. И это грозит потерей многомиллионных контрактов. Но в Москве были уверены, это тот случай, когда можно спокойно врать. Это не ракета. Это, к сожалению, трагическое совпадение. Да, в регионе, в которой взрывоопасен, произошла авиакатастрофа. Ведь самолет упал в Иране. Все доказательства были в руках у стратегического союзника России. А значит, ничто не мешает включить режим «Вы все врете». Где фразой «А вы докажите» под сомнение можно ставить все. Даже видео с попаданием ракеты в бой. Непонятно, в каком небе, какой объект и что за ракета разбила. Тор? Да какой тор? Укропом больше не наливать. Как появилась видеозапись от «Врачного неба»? Именно в эту секунду, в этот момент, какой-то человек ночью на телефон снимал этот момент попадания ракеты? Кстати, ровно такая же реакция была и в 2014 году, и после публикации видео с российским «Буком», которое экстренно вывозили Соколец с Донецка, после того, как сбили малазийский бой. Эксперты разоблачили еще одну фальшивку. Видеозапись, на которой по украинским дорогам передвигается якобы российская установка «Бук». Смертные группы. И знаете, у нас нет ни малейших сомнений, что если бы на месте Ирана была Россия, то правды добивались бы десятилетиями. Но здесь, как нам кажется, свою роль сыграл и религиозный момент. Это в духовной России можно убивать, грабить, лагать, а потом дать денег на храм и всем рассказывать о своей набожности. Менее чем за 30 лет появилось 30 тысяч новых церквей, и теперь их почти 40 тысяч. Мы строим примерно в среднем три храма в сутки. А вот в том же Иране люди действительно боятся гнева Всевышнего и не позволяют себе танцевать на костях. Спустя несколько дней после крушения украинского «Боинга» Тегеран объявил, самолет действительно был сбит силами ПВО страны. И вот в самый разгар плясок кремлевской гебельсовщины Россия неожиданно для себя получила страшный удар в спину. Удар, который очень наглядно показал, чего стоит и многочисленное шоу на федеральных каналах. Чем тогда озвучиваются такие данные? Про Россию, про ТОР? Это делает совершенно осознанно. И когда озвучиваются подобные версии, это только для того, чтобы поддержать ту неонацистскую, националистическую волну. И ручные типа военные эксперты. Подтягивание сюда России, российского следа. Я скажу, что это такое, это подлость. Да вся лживая путинская Россия целиком. Хотя тут надо отметить, что самые неадекватные они сдавались даже после признания Ирана. Я бы сам хотел умереть, лишь бы этого не случилось. Я беру на себя всю полноту ответственности. Иранский генерал на весь мир заявляет, что жить не хочет после этой ужасной ошибки. А в гордой Луганде продолжает обвинять пиндосовых охлов. В небе над Ираном все то же. Киев снова принял участие в провокации США с уничтожением второго Боинга. Но как бы ни изгалялись пропагандисты, это даже не тактическое отступление, а очередной позорный провал. Когда очень хотели разыграть партию на крови, но что-то пошло не так. Ведь даже союзники России не готовы играть по гнилым путинским правилам. Не готовы изворачиваться, лгать и цинично использовать смерть людей в своих интересах. Субтитры создавал DimaTorzok